Ежемесячная денежная выплата сокращенно ЕДВ. Этой федеральной мерой материальной поддержки в Мордовии пользуются больше 95 тысяч человек. Именно их и коснулась индексация. С 1 февраля они будут получать на руки денежные суммы на 4,3% больше, чем раньше. Право на ежемесячную денежную выплату имеют такие категории граждан, как инвалиды войны, участники войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших либо умерших, инвалидов войны, участников. Войны ветеранов боевых действий, граждане, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды вследствие общего заболевания, включая детей-инвалидов. К федеральным льготникам также относятся граждане, которые пострадали от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Сумма индексации в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально. Кроме уже перечисленных категорий граждан, индексация коснулась и тех, кто получает набор социальных услуг. Это люди, которые имеют право на ежемесячное бесплатное лекарство, медицинские изделия, специализированные продукты питания для детей-инвалидов, путевки в санаторий или бесплатные проездные. Или берут за все вышеперечисленную денежную компенсацию. Граждане для подачи заявлений об отказе от набора социальных услуг либо возобновления предоставления набора социальных услуг может обратиться в пенсионный фонд по месту, в любое территориальное отделение пенсионного фонда, многофункциональный центр предоставления государственных либо муниципальных услуг. Подать заявление необходимо до 1 октября текущего года. Тогда заявление будет действовать с 1 января года, следующего за годом подачи заявлений. Нужно отметить, что в 2016-м социальные выплаты выросли значительнее на 7%, в 2017-м на 5,4%, а в прошлом году на 2,5%. В этом году индексация затронула около 50 категорий льготников. Если ничего не изменится, то следующего повышения им следует ждать ровно через год, 1 февраля 2020-го. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова